Здравствуйте, уважаемые коллеги, зрители, жюри и участники Всероссийской недели науки. Меня зовут Лазаренко Ян Сергеевич, на данный момент я являюсь студентом третьего курса педиатрического факультета СГМУ имени Разумовского. Тема моего доклада – влияние гиполепидемической терапии на биохимические показатели сыворотки крови белых лабораторных мышей. В настоящее время атеросклероз коронарных артерий и его осложнения являются основной причиной смерти в индустриально развитых странах. По оценкам ВОЗ, ежегодно в мире от сердечно-сосудистых заболеваний погибают более 17 миллионов человек, из них от ишемической болезни сердца – более 7 миллионов. В России из-за болезни системы кровообращения умирает 1,3 миллиона человек, что составляет 54% от всех случаев смерти. По данным ВОЗ, сердечно-сосудистая патология занимает лидирующее место среди всех ведущих причин смерти в мире. Принимая во внимание то, что гиперлипидемия является главным провоцирующим фактором, ее последствия и осложнения служат в ведущей причине смертности населения от сердечно-сосудистой патологии. В крупных эпидемиологических исследованиях была обнаружена отчетливая корреляция между концентрацией холестерина крови и уровнем смертности от ишемической болезни сердца. Использование гиперлипидемических лекарственных средств является одним из основных принципов медикаментозной терапии ишемической болезни сердца и атеросклероза. В качестве холестерина снижающих препаратов активно используют ингибиторы ГНГ коэнзим-А редуктазы, которые подавляют синтез холестерина на раннем этапе, на стадии образования мивалоновой кислоты. Но при терапии с татинами у ряда больных наблюдаются характерные побочные явления, такие как гипергликемия, мелгия, миопатия, в тяжелых случаях рапдомиолиз и почечная недостаточность. Целью нашего исследования стала оценка влияния гиполипидемической терапии на динамику содержания концентрации показателей липидного профиля, компонентов остаточного азота и некоторых ферментов сыворотки крови у белых лабораторных мышей. Объектом исследования стали беспородные белые мыши, самцы, весом 25 грамм, поставляемые виварием из ГМУ имени Разумовского, которые случайным образом были распределены в клетки. В течение всего эксперимента контрольная группа животных потребляла только стандартный корм, состоящий из лаков, овощей и воды. Животные в опытных группах на фоне того же питания потребляли дополнительно статина с концентрацией 0,4 мг на 1 кг веса один раз в день, что составило 0,02 мг на одно животное. В эксперимент были взяты два вида статинов – аторвостатин и симвостатин, для чего животные были распределены в две опытные группы. Забор крови осуществлялся через 28 и через 44 дня от начала эксперимента. Забор крови у лабораторных мышей проводился с помощью пункции сердца. После востригания шерсти и дезинфекции вместо укола животное наркотизировалось и фиксировалось животом кверху. Пульпаторно определяли место наилучшего ощущения сердечного толчка и на 4-5 мм от этого пункта у левого края грудины выполняли прокол шприцем. Получали кровь в объеме до 0,5 мл. Забор крови проводился в побирке в окутейнер с соответствующим наполнителем. В течение 30 минут производилось отделение сыворотки путем центрифугирования при 3000 оборотах в минуту. Биохимические исследования проводились на автоматическом биохимическом анализаторе «Флексор» с использованием наборов фирмы «Диакон-ДС». Статистическая обработка полученных данных проводилась с применением пакета прикладных программ статистика 6.1. Качественные данные представлялись в виде абсолютных значений и процентов. На данном слайде представлены биохимические показатели сыворотки крови лабораторных мышей в трех исследуемых группах. Из представленных данных видно, что как на фоне употребления симфостатина, так и на фоне употребления аторвостатина имеются значительные изменения показателей относительно контрольной группы как при первом заборе, так и при втором заборе крови. Относительно контрольной группы на фоне проведения гиполепидемической терапии в сыворотке крови оказались повышенными показателями глюкозы, креатинин, мочевина, АЛТ, АСТ в первой и второй опытных группах. Причем показатели сыворотки крови на фоне приема симфостатина значительно повышены как относительно контрольной, так и относительно первой опытной группы. Относительно контрольной группы на фоне проведения гиполепидемической терапии в сыворотке крови снизилась концентрация щелочной фосфатазы. В опытной группе номер 2 снижение более выражено, чем в группе номер 1. На следующем слайде представлен липидный профиль сыворотки крови исследуемых групп лабораторных мышей. Полученные показатели подтверждают, что статинами был достигнут гиполепидемический эффект. Относительно контрольной группы на фоне проведения гиполепидемической терапии в сыворотке крови отмечены изменения показателей липидного профиля, а в частности снижения холестерина, липопротеинов низкой плотности и как следствие коэффициента атерогенности. Остальные показатели статистически значим от контрольной группы не отличались. Значения показателей липидного профиля в первой опытной группе большим образом удовлетворяют требования проведения гиполепидемической терапии. В результате проведенного исследования мы пришли к следующим выводам. В результате проведения гиполепидемической терапии препаратами аторвостатином и симфостатином белым лабораторным мышам с последующим двухкратным забором крови выявлено снижение некоторых показателей липидного профиля с наилучшим эффектом в первой опытной группе. На фоне проведения гиполепидемической терапии выявлено повышение концентрации глюкозы, мочевина, креатинина, аминотрансфераз в сыворотке крови. Наибольшая концентрация данных показателей наблюдается во второй опытной группе. В этой же группе выявлено и более резкое снижение концентрации щелочной фосфатазы. В заключении хочется отметить, что в результате проведенного эксперимента на белых лабораторных мышах наибольшим гиполепидемическим эффектом обладает препарат аторвостатин. Также по сравнению с симвостатином он имеет менее выраженный побочный эффект, который подтверждается изменениями показателей углеводного обмена, остаточного азота и ферментативной системы организма. Действие симвостатина на отдельные органы и системы организма требует более длительного и детального изучения. Спасибо, благодарю за внимание.